Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, о чем мы уже давным-давно забыли, о чем занимались все наши бабушки более 400 лет назад. Тогда не было семеновожских магазинов, и все семена каждый делал на своем огороде и собирал. Не было тогда таких лавок семена, которые торговали бы семенами. Сегодня поговорим о самой распространенной культуре, как сделать семена огурцов. Как это сделать для того, чтобы их сохранить и всхожить, и семена были не хуже, чем в магазине? Ну, во-первых, пока будем говорить о тех семенах огурцов, где мы будем готовить, наш огуречник должен быть здоров. Он должен быть защищен и от болезней, и от вредителей. Поэтому мы не забываем обо всех обработках. Ну, для сведения, смотрите. От роста зеленца до его созревания проходит в зависимости от сорта 40-60 дней. И еще потом две недели сорт должен дозариваться в теплом помещении. Ну, не сорт, а вернее, плод дозариваться в помещении. У вас на участке растет огуречник, очень хороший огуречник. Вы за ним старательно ухаживали, вы его подкармливали, вы боролись с болезнями, боролись с вредителями, он у вас чистый. Так вот, на одном растении можно оставить плод, который будет расти, который вам даст впоследствии семена. С чего собирают семена? Ну, как бы раньше, всюду, во всех учебниках было написано, что семена собираются только с сортов. Поскольку культура прекрасно опыляемая, семена собирать бесполезно. Но время стоит на месте, и открою вам маленькую тайну. Наши селекционеры так уже поработали над самоопыляемыми огурцами, их сейчас масса, и амур, и маша, и другие, соответственно, новые сорта. Вот, они так поработали, что эти огурцы еще дают хороший урожай, не только в первый год от пассива покупными семенами, но и на следующий. И поэтому семена гибридных самоопыляемых огурцов вы также можете собирать и делать на своем огороде. Так что необходимо знать? Значит, как я уже повторялся, огурец, для того, чтобы подходил на семена, он должен иметь вот такую же окраску. Окраска может быть вот эта самопыляемая гибрид, поэтому их окраска осалатовая, но ведь она уже стала белеть, она уже не зеленая, она побелела. Вот такой уже огурчик может доходить до кондиции, и да, там хорошие зрелые семена. А вот сортовые, вот разные сорта, типа той Вязняковской, Нежинской, это самое, Веросин, там другие, они должны иметь уже желтую окраску, вот видите, они отличаются от него, желтая окраска на плоде, и появились уже черточки, появились черточки, это говорит о том, что огурчик уже начал созревать. Он начал созревать, поэтому он может дать также вполне зрелые семена. А вот когда самопыляемый огурец дозреет, он уже, видите, какую приобретет окраску? Он уже белый станет, такой беленький, это дозревший. Так вот, на одном растении оставляем не более одного такого плодика. Почему? Если мы оставим больше, наш огурец не будет давать зеленцову. Все силы пойдут его на плоды, именно в эти огурчики пойдут силы огурца. Поэтому не забывайте, что рвем молодые завязи, огурец дает урожай. Чем больше семенников мы оставляем, значит урожайность резко падает. Ну и не забывайте такую простую истину. Я вот просто подсчитывал, как бы, в одном таком семеннике может быть от 80 до 300 зерен. А я считаю, что 80-300 зерен для вашего участка более чем достаточно. Тем более, это будет запас не на один год. Это как минимум, если вы ставите там по 20 огурцов, то где-то от 4 до 5 лет вы будете иметь свои семена огурцов. Так вот, в таком состоянии мы огурчики, эти в желтом состоянии сортовые, которые самопыляемые в таком вот уже белесом состоянии, мы срываем, срываем с нашего огуречника и ложим где-то в теплом месте при комнатной температуре. Наша температура должна быть где-то градусов 18-23. Это может быть под навесом, не на ярком солнце, ни в коем случае не на ярком солнце. Ложим под навесом, можем положить на подоконники в своей квартире, доме. Вот это тоже приветствуется. И они должны пролежать 2 недели. Как вы поймете, что ваши огурцы дозрели? А очень просто. Его если нажмете, вы почувствуете, что он стал уже мягкий. Уже кожуры нету. Раз он стал мягкий, значит он уже вполне пригоден, чтобы с него доставали семена. Ну а дальше технология очень простая. Некоторые, просто не все огурники знают, что делается все очень просто. И семена будут отмыты от мякоти. Потому что некоторые огурники начинают сразу достать эту мякоть, начинают мыть. А не надо делать. Все дадим на откуп природе. Пусть природа делает для нас эту работу. Что мы будем делать? Для того, чтобы сделать свои семена огурцов, 2 недели. Наши прошло, наши огурцы стали мягкими. Пора уже доставать семена. Если их держать дальше, ну огурцов это не так заметно. А вот кабачков это очень заметно. Кабачки начинают прорастать. То есть семена внутри прорастают. И они, соответственно, уже не могут сходить. Потому что они прорастли внутри. Поэтому не передерживаем. Не надо увлекаться, что чем дольше полежат, тем лучше будут семена. Нет, стали мягкими, пора резать. Нам понадобится посуда. Посуду, значит, знайте, что надо брать или пластмассовую, или стеклянную, или фарфоровую. Ни в коем случае для заготовки семян, это касается не только огурцов, это касается и помидор, не берите железную посуду. В железной посуде семена будут черные. Они окисляются и становятся черные. Вид такой их как бы страшный. Поэтому такая посуда вполне доступна, вполне есть у каждого. Далее берем наш плод. Вот так вот, в частности, на этом плоде. Берем этот плод и просто-напросто мы ножом разрезаем сверху вниз на две части. Это тоже, я думаю, технически очень легко осуществимо. Разрезали, получили две половинки. Получили две половиночки. Берем ложку, обыкновенная ложка нержавейка, и начинаем шищать это все. Видите, технически все очень просто. Значит, и вот эту нашу мисочку с этими нашими мезгой, со всеми этими семенами, мы ставим в теплое место, то есть в пломноте, на три дня. Через три дня мы замечаем, там начинают появляться плесни, там начинается брожение какое-то. Значит, как мы видим, что процессы проходят, три дня проходит, все. Дальше мы можем делать семена. Дальше делается очень просто. В эту посуду мы наливаем чистую воду, берем ту же самую ложку, все это взбалтываем, взбалтываем, переболтали, и берем дуршлаг. Маленький дуршлаг, который есть у каждой хозяйки. Пластмассовый, может такого размера, может такого размера, любой. И просто мы выльнем в этот дуршлаг. Что происходит? Значит, вода, эту всю мезгу, она как бы отмывает от семян, и у нас остаются чистые семена. Чистые семена остались у нас на этом дуршлаге, вся эта мезга, все это промылось вниз. Но если не удалось за один раз, сделайте два раза такую промывку. Посмотрите, у вас все прекрасно получится. И эти семена мы просто рассыпаем. Можно рассыпать на полотенце. Вафельное полотенце взяли, или взяли бумажное полотенце, тоже это не проблема. Рассыпали семена, значит, что дает полотенце? Полотенце забирает влагу от семян. Излишняя влага от семян впитывается полотенцем. Семена подсыхают. Ну, и вот они сохнут, могут два-три дня сохнуть семена. Это зависит от температуры, где вы их просушиваете. Ну, замечу, что семена сушить можно и на солнце. Единственное, надо предусмотреть какой-то такой бортики, потому что может налететь ветер, и просто-напросто ваши семена полетят. Он сдует их с этой вашей, ну, откуда они просыхают, с этой вашей емкости. Вот, поставили, они сейчас с дня просыхают. Вы смотрите, семена начинают уже так вот шуршать уже хорошо. Все, знаете, они уже дозрели. Ссыпаем семена в бумажный мешочек, подписываем название сорта, с которым мы собирались семена, подписываем, в каком году мы собрали семена, и оставляем. Так, ну, замечу, что вот огурцы, и, ну, вообще, не только огурцы, это касается и кабачков, и тыкв, лучший урожай, дают не свежими семенами. Вот, если собрали мы семена, значит, эти семена должны полежать хотя бы два года. Вот, если они два года пролежат, они дадут очень хороший урожай, очень много огурцов. А если мы этими свежими семенами посеем сразу, грунт на следующий год, вот, собрали в этом двадцать первом году, в двадцать первом году мы посеем грунт, значит, у нас может быть очень много пустоцветов, урожай будет слабенький. А для того, чтобы урожай был хороший на следующий год, значит, сразу вам раскрывают такой секрет. Эти семена перед посевом, свежесобранные, обязательно надо прогреть, опустить в горячую воду температурой 52-54 градуса на полчаса. Такая тепловая обработка семян пробуждает растений в программе закладывать больше женских цветков, а соответственно давать больше урожай. Так что видите, все очень просто, сделать свои семена очень просто. Вы можете собрать свои семена помидор, которые дают семена годные, которые особых технологий не требуют. Вы можете собрать семена других культур. Вам успехов в этом деле, чтобы вас увлек этот процесс, которым занимались наши бабушки еще полтора-четыреста лет назад. И смотрите, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите нас. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok